Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как бить удары и не проваливаться Существует такое выражение в боксе провал Это когда боксер идет за своей рукой, за своим хулаком То есть он не контролирует этот процесс Он хочет очень сильно ударить, упереться в поверхность Он рассчитывает на упор, рассчитывает, что он свою руку остановит, когда ударит Но противник сделает уклон, либо отход, либо нырок, если это боковой удар Защитные движения, очень много их в боксе И, соответственно, вы можете провалиться, если вы не будете останавливать свои удары в определенной точке Точки, которые вы наметили, но даже если противник убрал свою голову Вы все равно не пойдете, то есть не повалитесь, не полетите за своими руками Не будете заваливаться Что вам это дает? Это дает серийность Независимо от того, попали вы или не попали Вы останавливаете в одной точке ударов все Если даже они сильные, если вы откладываете вес тела, вращение бедер, движение ног, подымаете То все равно старайтесь остановить Для начала нужно определить границы Границы удара Что такое границы удара? Границы удара Это та линия, за которую вы ни в коем случае не должны вывалиться вперед Не зайти за эту границу Где она находится? Она находится, если вы бьете прямые удары у носка Носок вашей передней стопы У носка И она волшебная стеклянная стенка, через которую рука проходит, но никакая другая часть тела не проходит Вы как бы остаетесь на месте Какие бы удары не были, соответственно вы не заваливаетесь туда Вторая граница для боковых ударов Это ребро вашей стопы, наших стоп Левой и правой ноги Соответственно вот она проходит здесь Как тоже стеклянная стена Но здесь уже рука не заходит за нее Как на прямых ударах А ударяется тоже об это же стекло Ни одна часть моего тела, смотрите, не вываливается за мою ногу Потому что в этом случае я потеряю центр тяжести Потеряю рановесие И очень изменю для ударов Самое лучшее бить тогда, когда человек не контролирует свое тело Я потеряю контроль над своим телом И завалюсь туда Значит здесь у меня остановка Обязательная То же самое на ударе слева Вторая нога срабатывает Да, если мне надо сменить Фланг моего, фланг атаки Да, я бил сюда Он сместился Соответственно мне не нужно прокручиваться Можно так сделать Прокрутиться Выпустить руку Но я могу сделать просто шаг Сместиться с ногой Одной и другой Если не надо ударить за Если он спрыгнул Нырок после нырка Его можно накрыть там человека Что еще по этому поводу вам сказать Очень важно Использовать Вот Очень важно использовать Тормозную Я ее так обозвал Сам тормозную систему Что это означает Когда вы приходите к крайней точке У вас закрывается Эта нога является тормозной системой На которую вы перекидываете вес тела Все, она закрыла Она не позволяет вам Пройти дальше Я ее сравниваю Когда своим ученикам объясняю Кто ездит на велосипеде На мотороллере На машине Тормозная система Тормозной диск И колодки Вы нажали на педаль На рычаг какой-то Да, у вас И замкнулось Так и здесь Мы должны все время Приучить себя Замыкать Оп Все Я замкнул Никуда Никуда не иду Все За эту ногу Если противник отошел Это делается с шагом Я догоняю его Но не идет У меня голова Впереди Моего тела То есть соответственно У меня Тормозная Так это называют Тормозную систему Забыл включить Проваливаешься Если я допустим Держу лапы Держу, держу Все хорошо Человек бьет Раз Человек проваливается А вот туда уходит Я его второй лапой Там бью Да, показываю Зачем ты так делаешь Тормозную систему Включи Оп Включил тормозную систему Как бы сильно Он не хотел ударить То, что я объясняю Рассчитано на Ребят, которые Только начали Свой путь в боксе Только начинают Первые шаги делают Да Те ребята Которые занимаются Давно Они используют Допустим Тот же Якобы провал Для того, чтобы Сократить дистанцию Да Некоторые тоже Так заходят Валятся Немножко Делают вид Что проваливаются Опять же Многим Это абсолютно нормально Когда у человека Уже определенный опыт Накопился Он понимает Что такое удар Что такое провал Он уже давно Этим занимается Конечно Смотрите Можно Он заваливается Он заваливается Смещает Свою голову С линии атаки И делает завалы Всякие Своеобразные Смотрите Где моя голова Но это все потом Когда вы почувствуете Когда вы уже Скажем так Приживетесь В боксе Тогда вы можете Уже поступать Как вам удобно Но когда вы проходите Базовую технику Очень Очень важно Сохранять этот баланс Не дальше Носка Ноги Также в боксе Существует Такое выражение Опасное движение Головой Его никто Не отменял Да И когда вы бьете Вот Идете вот так Судья вам Может сделать Замечание Что ваша голова Ваш лоб Впереди ног Да И это Вы можете нанести Травму противнику Мало того Себе Но вы можете Противнику Сделать рассещение Своим бомбом Головой Да Впереди вас Должны идти руки Да А голова Она остается Как бы Над вашими Бедрами Все Ну вот В принципе Все что я хотел сказать По поводу Провалов Чтобы не очень Проваливаться Ну Занимайтесь боксом Изучайте технику Уважайте своих тренеров Самое главное Да Всем пока Удачи Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Ненавижу эти слова Ненавижу канал Честно скажу Ну Ну делаю